Девушки отдыхают Девушка модерна с утраченной резьбой превращается в достойнейший предмет мебели. Возвращаем былую красоту антикварному зеркалу. Морилками называют целую линейку растворов для окраски дерева. В зависимости от назначения морилки выпускаются трех видов – прозрачные, полупрозрачные и непрозрачные. Морилка пропитывает своими красящими веществами волокна древесины, после чего жидкость растворителя испаряется. На древесине появляется так называемый негативный рисунок морения. Наше кресло готово. Мы его склеили, прошло 24 часа и оно высохло. Мы можем приступать к следующим этапам реставрации. На следующих этапах реставрации мы должны зашпатлевать наш стул, все трещинки, стыки и какие-нибудь мелкие сколы. Потом пройтись шкуркой, чтобы потом заморить. Шпатлевку мы должны подобрать под цвет морилки. Чем темнее наш стул будет, тем темнее морилку нужно взять. Мы выбрали такой темно-шоколадный цвет, поэтому берем темную шпатлевку. Вот у нас есть шпатлевка, есть шпатель. Это может быть вот такой вот резиновый шпатель или может быть металлический. Например, металлическую линейку очень удобно использовать. Мы берем вот шов, который мы хотим зашпатлевать и аккуратненько проходим его такой замазкой. Шпатлевка сохнет один или два часа и очень важно убрать всю лишнюю шпатлевку. Потому что, как бы мы ни подбирали цвет, все равно он не будет точно совпадать. И нам придется потом тонировать все места, которые мы зашпатлевали. Поэтому шпатлевку нужно загнать точно в трещинку, а там, где не надо, ее убрать. Мы уже до этого зашпатлевали большую часть стула. И теперь я могу показать, как счищать шпатлевку. Для этого нам понадобится наждак. Это называется пробка. А это цикли. Пробка служит для того, чтобы не завалить бока. У нее ровная поверхность. И когда ты вот так вот ходишь пробкой с наждаком, ты, во-первых, большую поверхность счищаешь. Во-вторых, тебе не страшно углы все смазать наждаком. Разумеется, по резьбе пробкой ходить нельзя. Вот здесь вот мы на угол клали шпатлевку. Здесь был скол. И вот мы аккуратненько выровняли. Сейчас мы выровняем с этой стороны. Вот теперь у нас здесь ровный уголок. Мы его аккуратненько загладим. И теперь это как будто маленькая вставочка. Сейчас нам нужно весь, все кресло очистить от лишней шпатлевки. Там, где шпатлевки много, и не страшно ее сколоть совсем, можно воспользоваться циклей. А потом доработать наждаком. Наждак тоже нужно выбирать осознанно. Он бывает разнозернистый. Есть крупный наждак, есть мелкий. Нужно выбрать такой, который не будет царапать древесину. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда наше кресло подготовлено к морилке, мы можем начать покрывать. Для этого нам нужна, собственно, морилка. Морилки бывают разные. На спиртовой и на водной основе. У нас морилка на водной основе и разведена с добавлением аммиака. Благодаря этому она будет лучше впитываться в древесину. Нам нужна кисть и любой пролонновый кусочек. И краски с тонировкой, чтобы подкрашивать те места, которые мы зашпатлевали. И маленькая кисточка. Морить нужно весь предмет сразу целиком. По частям его морить нельзя, потому что морилка будет менять свой цвет. Нужно следить, чтобы не было подтеков, чтобы морилка не собиралась на краях, потому что тогда цвет будет темнее. Но особо бояться этого не надо, потому что за исключением грубых пятен и грубых подтеков, все остальное загладится лаком и будет смотреться, как естественное переливание древесины. И мы берем кисть и начинаем покрывать. Теперь, когда мы покрываем морилкой, вот такой вот в мокром состоянии, мы видим практически финальный цвет нашего кресла. такой цвет, который будет после лака. И на этом этапе работы видны все ошибки, которые мы совершили до этого. Пугаться этого не надо. Где-то плохо дочистили шпатлевку, где-то вот вставочка из дерева. Нужно будет подкрашивать ее, чтобы она была такого же цвета. Затемнять. И другие моменты. Вот морилка уже начинает высыхать. Как только она высохнет, она станет такой блеклой, а под лаком снова зажжется. Пока морилка еще не до конца высохла, и мы видим практически финальный цвет, нужно все места, где у нас была шпатлевка, аккуратненько протонировать. Иногда нужно прямо рисовать структуру древесины. Кисточкой аккуратно. Могут потребоваться тонировки разных цветов. Вот это у нас не очень в цвет. Пошла. Таким образом будет покрашен весь стул. И тренировочкой в нужных местах подведем. Лак, во-первых, сделает цвет ярким. Вы видите, при высыхании морилка постепенно блекнет. Лак вернет ей яркость. У нас будет яркий, насыщенный цвет. И, разумеется, лак защищает древесину. И делает поверхность стойкой ко всяким царапинам. Совмещение двух предметов мебели, принадлежащих к разным стилям и даже эпохам, конечно, возможно. Если любимая вещь, например, стол, достался в наследство от прабабушки, но имеет дефекты, а стулья новодел, то можно доверить их реставраторам. Специалисты без труда доработают недостающие к определенному стилю элементы и сделают их подстать друг к другу. Такая обеденная группа будет напоминать о предках, чью память вы сохраните в своем сердце и передадите истории, рассказанные ими последующим поколениям. Это новодел. Данному изделию порядка, я даю, 50 лет данная мебель произведена в Америке. Это из ножей стола. Стол состоит из столешницы и его из ножья. Из ножья – это то, на чем держится сама столешница. Столешница представляет из себя круг диаметром 2 метра. На поверхности стола присутствуют кованые элементы, прибитые гвоздями состаренными и элементы резьбы. Очень добротная, качественная мебель. Судя по данным стульям, этим стульям порядка 15-10 лет. Достаточно сложные работы. Здесь присутствует ковка, железные элементы какие-то, резьба присутствует полноценная. К тому же отделка из себя представляла по золоту. Это тоже новодел данной истории. Человек, чья профессия не связана с изучением стиля и мебели, может не заметить разницы между антиквариатом и новоделом. Предметы бывают очень похожи, однако разница между ними огромная. Антиквариат – это мебель, возраст, который составляет не менее 50 лет. Новодел – это искусные копии стилизации. Сделанная под старину мебель стоит во много раз дешевле антиквариата, но может так же, как и антиквариат, изготавливаться из ценных пород дерева. Во-первых, это состояние. Состояние, еще раз состояние. Во-вторых, это отделочные материалы, лакокраска. в-третьих, это сама древесина. В-четвертых, соответственно, это те материалы, которые использовались в результате реставрации, либо в самом процессе изготовления данных изделий. Это все видно профессионалам сразу. Данное изделие пришло от одного заказчика с вот этими стульями. Цель наша состоит в том, чтобы завязать отделку этих стульев, вид внешнего состояния, с некоторыми элементами этой резьбы. Что мы сделали по этим стульям? Мы снимаем старое лакокрасочное покрытие. Так или иначе, эти изделия подвергались реставрации не раз. То есть пришли они к нам в таком виде. Это бронзовая краска. Под бронзовой краской присутствует золото, амальгама золотая. Соответственно, нам пришлось снимать состав золота и, соответственно, краски, до дерева счищать и потом уже наносить свой тон. Тон мы будем по этим стульям наносить основной коричневый. Вот он присутствует здесь. Что касается элементов резьбы, которые присутствуют на стульях, мы будем завязывать с данными элементами. Мы будем наносить золото и потом наносить серо-белую патину. состаривать данные элементы. Нижняя часть отделана краской коричневой с элементом каркалета. Что это из себя представляет? Это наносится однокомпонентный состав. На не высохший данный состав наносится двухкомпонентный состав. Происходит несовместимость двух составов. Верхний состав высыхает, а нижний еще в жидком состоянии находится. И происходит такая паутинка разрыва, трещинки. Вот подобным образом создается эффект каркалета. Потом покрывается лаком. И когда уже образована защитная пленка, покрывается патиной. Видите, вот местами здесь затемнение больше. Это есть патина. Соответственно, эта патина загоняется в трещинки, микротрещины образованные. И получается такой эффект в нашем случае кожи. патина. Субтитры подогнал «Симон» В последний третий XIX века особое место занимает мебель в русском стиле, так называемый русский модерн, подражавший народным формам. В этом стиле часто оформляли столовые, обеденный стол на высоком подстолье, резные стулья тяжелых прямоугольных форм. В архитектуре и декоративном искусстве рубежа XIX-XX веков развивается стиль модерн в сочетании с использованием древнерусских и народных форм и орнаментов. Вводятся новые сорта дерева, ранее использовавшиеся редко – бук, серый клен, ясень. Вот стул из массива дуба конца XIX века в стиле русский модерн, московский модерн. Как вы видите, здесь весьма серьезные утраты на нем резьбы. Например, отсутствует веточка, отсутствуют ягодки на этих веточках. Можно просто повторить зеркально, перевести. Но сейчас попробуем это и сделать. Субтитры создавал DimaTorzok Чтобы восстановить вот эту веточку, мне нужна будет деревяшка, которую я обрисую с этого элемента. Конечно, не очень удобно, но я то, что не сумел обвести, дорисую сам. Как я уже говорил, стул выполнен из массива дуба, поэтому утраченный элемент я тоже выполню из дубовой деревяшки. Вот, дорисовываю то, что я обвел более точно. Сейчас будем выпиливать и вырезать. В данном случае массив дуба с ним весьма жесткий, прочный, твердый материал. Весьма проблематично с ним работать. Существуют, конечно, еще более твердые породы, такие как ибен или палисандр. Существуют породы, которые легко режутся, такие как липа. В принципе, можно вырезать вообще из любой древесины. Естественно, там существуют все различные способы распаривания, сделать ее более мягким на момент резьбы. Она впитывает себя в пар и размягчается. А потом она, когда испаряется влага, она становится такой же каменной. Раньше это все выпиливалось ручным лобзиком или курковой пилой. Но сейчас в помощь реставратору существуют электрические инструменты. Прижимаем деревяшечку к верстечку. И начинаем выпиливать. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да, я выпилил, но еще не до конца заготовку. Дальше ее придется дорезать вручную. Я взял в руки богородский нож для богородской резьбы. И подравниваю выпиленный мной контур. Богородская резьба – народный промысел резных игрушек и скульптуры из мягких пород дерева. Она зародилась в 16 веке в деревне Богородская Московской области. Работа мастера начиналась с заготовки дерева, которая сушилась под навесом несколько лет. Ствол распиливали, затем разрубали на бруски. Мастер делал зарубку топориком, намечая самые общие контуры. После зарубки и грубой обработки деревянной фигуры приступали к работе специальным коротким и острым богородским ножом со скошенным лезвием. Я взял стамеску с радиусом и дорабатываю выпиленные края. Естественно, я все сделаю с запасом, поскольку еще буду подгонять по месту. Субтитры делал DimaTorzok Десять дней работы позади, стул отреставрирован, утраченные элементы восстановлены, обивка новая кожа, гвозди, все проморено и отполировано шеллачной палитурой. Субтитры делал DimaTorzok Стиль рукоко возник в первой половине XVIII века. Его отличают изящество и роскошь. Это блестящее завершение стиля баронка. Для мебели рукоко характерен полный отказ от автономности отдельных элементов конструкции, симметрии и прямых линий. Данное зеркало стиля рукоко изготовлено примерно в 60-е годы XIX века. Вот здесь массив светлого ореха. Были незначительные утраты резьбы. Вот верхние лепестки. Их не было, их не хватало. Я доклеил и вырезал их. Эта резьба после вырезания ее не вышкуривалась шкуркой. Здесь чистые следы от стамесок. Они настолько ровные и четкие, что не требуется последующее заглаживание его. Высочайшего класса работы. Зеркало, когда поступило оно ко мне, было темно-коричневого цвета. Вот. Я отмыл его, используя автомобильную смывку и щеточку. Бытует мнение, что зеркала хранят какую-то память о людях, которые смотрелись в это зеркало. Поэтому в данном случае меня попросили заменить само зеркальное полотно на новое. Играет музыка. Играет музыка.